Другим темам. Финансовый прогноз, что будет с курсом рубля, инфляцией и ценами на нефть. Экономическая повестка сегодня в центре внимания президента и депутатов Госдумы. На вопросы отвечали главы профильных министерств и Центробанка. О бюджетной стратегии, погоде на валютных рынках, доходах и расходах государства в репортаже нашего экономического обозревателя Натальи Семенихиной. Время, взятое правительством на верстку будущего бюджета, истекло. Уже через 10 дней в Госдуме принципиальное первое чтение жесткого, как было не раз заявлено, финансового закона. И сегодня его параметры еще раз обсуждали на совещании у президента. Владимир Путин поддержал саму идею спланировать доходы и расходы на год. Уж слишком быстро меняется ситуация. Но заметил, что считать все равно нужно на шаг вперед. Наши планы по развитию экономики рассчитаны не на год, конечно, а на два, на три года и на более отдаленную перспективу. И все меры направлены на укрепление промышленной базы, инфраструктуры, образования, здравоохранения, других сфер, конечно, должны соотноситься с бюджетной и финансовой политикой. Поэтому уже сегодня нужно посмотреть за горизонт этого одного года, на который сформирован бюджет. Нужно оценивать возможности, перспективы, как внешние, так и внутренние, нашего развития. И в конечном итоге следует выйти на оптимальный баланс между решением задачи развития и сохранением запасов прочности государственных финансов. При, безусловном, конечно, выполнении всех наших социальных обязательств. Главы Центробанка, счетные палаты, Министерство финансов буквально только что из Думы, где отвечали на вопросы депутатов профильных комитетов. От их позиций во многом зависит, как пойдет голосование по бюджету. Кстати, впервые одновременно свой трехлетний прогноз для экономики представит Центробанк. Там исходит из того, что нефть дешевая надолго, чтобы не было завышенных ожиданий по поводу валютных поступлений. В базовом, по сути, основном сценарии баррель по 50 долларов. В оптимистичном 70, может, до 80. Ну и негативный. На ближайшие три года нефть по 40 долларов, если не меньше. Но главное, что при любом раскладе Центробанк обещает подавить рост цен. При условии, что в бюджете не будут расти неподкрепленные доходами расходы. Для населения предпринимателей, к сожалению, привычными стали высокие темпы роста цен, издержек, заработных плат. И для перестройки этих ожиданий необходимо сначала на практике показать, что эти темпы могут быть низкими, убедить людей в том, что мы делаем то, что обещаем. А именно, что мы реально сумеем снизить инфляцию и до нашего целевого значения 4% к концу 2017 года. Из хороших новостей от Центробанка уроки прошлогоднего шторма на валютных рынках усвоены. Есть инструменты, которые в случае новых шоков помогут удержать ситуацию под контролем. Из хороших новостей от Минфина инвесторы возвращаются, есть доверие к экономике России. Да и внутри страны гораздо меньше людей перекладывают накопления в доллары. Что касается расходов бюджета, резервы тратить будут экономно. Замороженные пенсионные накопления только в случае острой необходимости. При возможности доиндексируют текущие пенсии. А из последних договоренностей с парламентариями помощь регионам на уровне нынешнего года. Мы считаем, что необходимо больше делать упор, поворот на расходы в инфраструктуру, в человеческий капитал, в такие направления, как образование, здравоохранение, поскольку эти ресурсы дадут, в конечном счете, нам дадут положительные результаты с точки зрения экономического роста. Мы пока получаем информацию. Скоро начнутся настоящие вопросы, скажут после этой встречи депутаты. Не одна из тех задач, а именно выполнение социальных обязательств, определение точек роста и определение возможностей для роста нашей экономики и улучшение качества жизни наших граждан не только не снимаются, а они будут являться приоритетными как в деятельности комитета по бюджету, который будет рассматривать данный законопроект, так и в деятельности всей Государственной Думы. Расходы, доходы, госдолг. Представители правительства на этой неделе еще не раз придут в Госдуму, чтобы обсудить конкретные суммы, конкретных статей и постараться убедить парламентариев, просчитанные правительством цифры, не бюджет выживания, а бюджет развития. Его нужно принять.